в этом уроке мы сделаем вот такие разводы можно сказать под мурамур но они немножечко по-другому смотрятся я обожаю такие развороте разводы делать именно на камуфлирующими оттенки они очень быстро делаются легко исполняется и клиенты их любят тоже так же как и я и сейчас мы с вами посмотрим для этого я уже подготовила себе тип сети с камуфлирующими оттенком и сейчас нанесу тонкий слой геля для растекания либо просто топ база нашу тоненький слой нанесу сразу на две типсы и мы с вами сделаем один светлом варианте другой в темном но на камуфлирующих базах на на камуфляже эта техника смотрит макс смотрится максимально выиграть далее возьмем кисточку для градиента наш рублю в пятерочку и на палитре у меня нанесено серый и белый оттеночек белый оттеночек возьмем смешаем то есть два промежуточных оттенка нам нужно один полупрозрачный смешаем стопом либо с гелем для растекания не принципиально а второй чистый и теперь подхватываем кисточкой материал и хаотично начинаем делать разводы разводы очень легко таки и сделать никакой этот супер техники нету смотрите сбоку как это будет смотреться положение и ведем главное смотрите чтобы у вас распределялся материал и немножко как будто бы пусть не по зигзагу а волной водите то есть не прямые линии чтобы были а с изгибом такие линии смотрятся более интересно более натурально потому что если у вас будут четкие прямые линии то то это будет не очень красиво неестественно то есть в естественные в естественном виде в естественных текстурах у нас конечно же нету никаких прямых линий можете маленькие полосочки добавить может эти полосочки разбить прям вот эта кисточка прям хаотично главное полупрозрачным эффектом вот сделали теперь берем тонкую кисточку это у меня круглая кисточка колонок от рублев не принципиально какая тоже опять же можете самую тоненькую для прорисовок можете какую-то кругленькую взять и берем чистый белый гель-лак на кончик главное немного толстый не берите чтобы не было у вас никакой большой капельки и повторяем здесь разводиках прям поверх разводов тоже не прямые линии немного с изгибом с улыбочкой делаем именно направление наших разводов да можете где-то добавить новые но сильно не переборщите потому что если слишком много все закроете перебор сделаете перебор тоже не очень не есть хорошо и все отправляем в лампу сушиться посмотрите какая красивая она достаточно глубокая получается при этом эффектная и отправляем в лампу и очень быстро что значительный значительный плюс этой техники поэтому я не могла его мне показать потому что сама ее обожаю теперь беру второе и на клиентах очень часто делаю клиенты любят смешиваю с топом либо с гелем для растекания это мне серый оттенок от серебро 078 такой более легкий совсем темный чтобы он дал такую красивую нежную дымку и то же самое делаю разводы разводу делать разводы делаю от боковых валиков до от краешка к центру проиграться можно по-разному главное сильно не переборщите можно прям общая парту к разводиков поставить прям чуть 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 добавила немножко серого чтобы разводики сделать более более насыщенные и вот когда я сделала эти разводы по гелем для растекания либо потопу они сейчас начинают формироваться то есть они дымку с образуют она такая легкая глубокая и сейчас возьмем чистый серый оттенок и сверху прорисуем тонкой кистью самое главное аккуратно если у вас поставилась капелька то уберите ее кисточкой поставили когда берете здесь с палитры оттеночек не вот так перейти капельку да а как промазывающие просто схватили промазали дай чтобы у нас капельки не было никакой иначе будет грязно некрасиво прям наляписто будет сделали и отправляем вам посушиться и перекрываем топом и вот посмотрите после перекрытия топом какие они глубокие особенности с белым посмотрите вот просто глубина и красота и действительно и она очень красиво да и с темненьким тоже посмотрите вот пробуйте делайте можете разные оттенки делать